Субтитры сделал DimaTorzok Приветствовать гостей и подписчиков канала Цой Кино Как Это Было На Самом Деле И сегодня у нас обзор тройного CD от Машина Рекордс кино Черный Альбом Что можно сказать о крайнем издании каталога кино от Машина Рекордс? Скажу просто, лучший звук сделать уже невозможно На данный момент это лучший релиз кино, который вышел на данном лейбле И сравнится с ним, ну, разве что Атаман Ну вот лично у меня есть пара нареканий Но это всего лишь мое мнение Итак, черный альбом кино от Машина Рекордс представляет из себя тройной CD Укомплектованный буклетом и упакованный в картонную коробку Первый CD это, собственно, сам альбом Второй CD запись дневного концерта в Олимпийском Ну и третий это черновая запись альбома, сделанная Виктором Цоем и Юрием Каспаряном Летом 1990 года А также два премикса Кукушка и Нам с тобой Замечу, что все представленные записи изданы с оригинальных лент И прошли глубокую реставрацию В подробности которой я сегодня вдаваться не буду Об этом можно подробно узнать на официальном канале Машина Рекордс Труд, конечно, проделан колоссальный К звуку не придерешься Сделать лучше просто невозможно Да и рассказывать об этом бессмысленно Это непременно нужно купить и послушать Ну а что по поводу моих нареканий То заключаются они в следующем По поводу первого момента А этим, замечу, страдают все издания каталога кино от Машина Рекордс Это распределение ролей в данной музыкальной пьесе Оно, как всегда, очень и очень туманное Виктор Цой, вокал, гитара Юрий Каспарян, гитара, программирование Георгий Гурьянов, ударное программирование Игорь Тихомиров, бас, программирование Я думаю, что музыкантам группы кино Не составило бы особого труда Воссоздать полную картину Для такого вот эксклюзивного архивного издания Тот же Юрий Каспарян Когда-то, например, вспоминал Что в некоторых песнях Он помимо своей Ямахи Использовал еще и гитару Виктора Цоя Тот самый Белый Вашбор Есть еще много таких вот Маленьких интересных нюансов Важных и интересных Но почему-то издатель Всегда упорно пренебрегает этими моментами Считает их незначительными А это очень и очень большая ошибка В итоге мы получаем, ну, нечто похожее на Бентли С фарами от автомобиля Жигули Что касаемо второго момента То в буклете очень мало фотографий Да и использованы далеко не самые лучшие Но на этом моменте мы останавливаться не будем И перейдем сразу к следующему Название песен на данном издании Много лет назад Виталий Колгин, кажется Нашел трек-лист черного альбома Который написан, в общем-то, рукой Виктора Цоя По мне так это совершенно неправильный ход Думаю, многие понимают Что это не тот случай Когда Виктор Цоя сидел И думал над названиями песен Это своего рода черновик И это очень хорошо видно Составляя этот трек-лист Он писал то, что первым ему приходило в голову Я надеюсь, большинство из вас понимает Что песня «Звезда» здесь представлена первой ее строчкой Так как, скорее всего, названия у этой песни На тот момент попросту не было Виктор Цоя просто написал первое, что пришло ему в голову Это некая наметка для самого себя Которую, в общем-то, кроме него и увидеть никто не должен был Назвать песню «Звезда» волчьим воем Это то же самое, что назвать песню «Группа Крови» теплым местом А песню «Звезда» по имени Солнце назвать «Белый снег» Я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю Машина Рекордс, безусловно, очень ответственно относится к своей работе Делает лучший звук Но вот некоторые моменты, которые я сегодня перечислил Они явно хромают Это, безусловно, команда профессионалов Но вот человек, который занимается вот этими вот мелкими деталями Которые я сегодня озвучил Этот человек явно занимается не своим делом Либо, скорее всего, такой вот человек, такой вот идеолог У них вообще отсутствует Человек, который действительно глубоко находится в этой теме Очень хорошо в этом разбирается Понимает, как это должно быть Скорее всего, такого человека у них просто нет Это делает тот, кому придется По крайней мере, когда смотришь на эти издания со стороны Это именно так и выглядит Потому что упор делается только на звук И на оригинальную обложку Все остальное делается абы как Ну, замечу еще раз, что это мое независимое мнение У каждого из вас оно может быть своим Лично я ни с кем не сотрудничаю И ни с кем, в общем-то, сотрудничать не собираюсь Потому что, как только случается какой-то альянс Человеку порой приходится идти на разные компромиссы А когда ты идешь на компромиссы, там уже правды быть не может Ну, вот я считаю, как-то так Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok